Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. В то время как Никита Белых набирает очки в медиарейтинге глав регионов, глава города Кирова Владимир Быков позиции теряет. Как пишет газет-репортер, компания Медиалогия подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Привозского федерального округа за июнь этого года. Владимир Васильевич за месяц переместился на три строчки вниз и стал десятым. Кстати говоря, глава администрации города Кирова Дмитрий Драный опустился на две строчки вниз в военском рейтинге и занял одиннадцатое место. Вообще, за последние годы создавалось впечатление, что городским властям чаще всего, в принципе, неважно, какой отклик получают те или иные их действия. Инфопресс В России исправляют ошибки, умудряясь совершать их в еще большем количестве, посему каждая новая такая попытка вызывает много опасений. Как пишет газета «Бизнес-новости», рабочая группа депутатов ЗАГС Собрания в течение трех месяцев готовила текст законопроекта о точечной застройке и теперь собирается внести его на рассмотрение на ближайшем заседании областного парламента. Предполагается, что теперь депутат ЗАГС Собрания будет право войти в комиссию по подготовке проекта застройки на основании заявления, поданного главе местной администрации. Кроме того, утверждать перечень исторических поселений будет не правительство, а ЗАГС Собрание. Выступать с инициативой о признании части поселений историческим смогут не только органы местного самоуправления, но и юридические, даже физические лица. Вообще, главный вопрос не в существовании подобного документа, а в его исполнении, особенно в свете возможности волшебного увеличения этажности любой новостройки в Кирове. Полицейские на днях отчитались о работе по делам коррупционной направленности, и оказалось, что сумма средней взятки в Кирове выросла в целых 8 раз. Как пишет газета «Авятский наблюдатель», если ранее в среднем кировские коррупционеры брали около 5000 рублей, то на сегодня эта цифра составляет уже более 40 тысяч. Видимо, возрастает по уровню инфляции. Инфопресс В Москве прошел учредительный съезд Российской ассоциации общественного контроля. Главными итогами заседания стало принятие устава новой организации, а также избрание ее президента, которым стал первый заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, сообщает в Дни.ру. Между тем, член общественной палаты Кировской области Николай Пихтин в своем твиттере сетует. Общественного контроля практически нет, закон не принят, а ассоциация уже готова. И вряд ли это неоправданная спешка или ошибка, скорее просто одна из российских традиций. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Субтитры создавал DimaTorzok